МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Ульяновская область присоединилась к телемосту с Республикой Беларусь. Онлайн-встречу организовали в День единения братских народов. В Ульяновске стартовала заявочная кампания по зачислению детей в первый класс. Она продлится до 30 июня. Еще три дня уйдет на зачисление школьников по адресу проживания. С 6 июля списки первоклассников пополнятся детьми, которые не прописаны в ближнем к школе микрорайоне. Но при этом в данном образовательном учреждении учится их родной брат или сестра. Другое основание для зачисления – не по месту регистрации льготы у родителей. Родители, участники локальных войн, военнослужащие, которые, в общем-то, тоже находятся по контрактной системе где-то в командировках, то дети пользуются этими льготами. При предоставлении этих подостоверений и соответствующих справок, что они могут пользоваться этими льготами. В 34-ю гимназию планируют зачислить 165 первоклассников. Первый этап – электронные заявления от родителей на портале образовательных услуг. Затем нужно прийти в гимназию. С собой требуется взять свидетельство о рождении, а также справку о регистрации ребенка и собственный паспорт. Людмила Михеева уже собрала нужные документы, и педагоги помогли ей правильно оформить бумаги на сына. Мой ребенок уже год ходит на подготовку школы раннего развития, в эту школу, ему очень все нравится, нравится, как там все красиво, и он с удовольствием очень ждет 1 сентября и хочет пойти в эту школу. Заявочная кампания проходит в будни и по субботам. Все необходимые сведения на сайтах учебных заведений, там же можно найти контакты для уточнения информации. Тем временем в регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. В Кузоватовском районе капитально отремонтирован целый этаж местной поликлиники, а в соседнем селе Кивать жители ждут открытия нового фельдшерско-акушерского пункта. О развитии медицины Артем Петров. Поликлиника в Кузоватово построена еще в 1989 году. За это время капитальный ремонт на третьем этаже не проводился ни разу, но теперь медперсонал с нетерпением ждет, когда можно будет начать работу в новых условиях. Проделан огромный фронт работы, то есть произошла замена, полностью замена оконных рам, стяжка полов, выравнивание стен, замена полностью всей сантехники, замена мебели медицинской. По программе модернизации первичного звена здравоохранения из областного бюджета на ремонт было выделено 10 миллионов 700 тысяч рублей. Уже скоро на этаже прием будет вести сразу пять врачей-терапевтов, а также узкие специалисты. Теперь пациентов будут принимать в просторных светлых кабинетах, которые оснащены автоматизированными рабочими местами. И еще недавно, в разгар пандемии, люди здесь часами проводили в очередях. Условия были не из лучших. Получалось так, что мы здесь проводили достаточно большое количество времени. И даже мест для того, чтобы переждать больному человеку, все равно вот такого, как сейчас, такой красоты, удобства, такого не было. Всего в десятки километров от районной поликлиники открытия нового ФАПа ждут жители села Кевать. В эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт сдали в конце декабря. Уже завезена вся необходимая мебель и медоборудование. Осталось пройти процедуру лицензирования. Вы представляете, я из старого медпункта говорю, я в новый медпункт. А зачем? Да вот там у нас мебель привезли. И я 8 раз говорю, такая шикарная мебель. Такое, вы понимаете, оборудование. У нас все теперь здесь есть. А они прямо, ну когда? Ну когда? Ну скоро, скоро. Пока местные жители в ожидании официального открытия ФАПа, они с нескрываемым интересом заходят в новое здание на экскурсию. Первое впечатление – это комфорт, во-первых. Комфорт чисто, светло. Ну, в общем, очень приятно. Очень. Новый ФАП будет обслуживать 860 человек. 130 из них – дети. И если старый медпункт расположен на окраине села, то новый – в самом центре. Именно здесь уже скоро жители села Кевать смогут получать необходимую медпомощь, а также проходить вакцинацию и первый этап – диспансеризация. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Кузоватовского района. Ульяновская область приняла участие в торжественном международном телемосте «День единения народов России и Белоруссии». Онлайн-встреча прошла на базе Педагогического университета. В этом году отмечается 25-летие подписания договора о союзе Белоруссии и России, который придал новый импульс развитию взаимовыгодных партнерских отношений двух государств. Напомню, в 2005 году Ульяновск и Минск стали городами-побратимами. Активное сотрудничество налажено в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Мы уже давно стали выстраивать отношения в рамках научно-методической работы, образовательной деятельности, проведения различных конференций, научных семинаров с партнерами из университетов, высших образовательных учреждений Белоруссии. Например, не так давно у нас прошла встреча с Барановичским государственным университетом. Мы в том числе наметили достаточно серьезную дорожную карту и планы взаимодействия по разным направлениям. По словам организаторов, взаимодействие России и Белоруссии важно для укрепления социально-экономических и духовных связей двух братских народов, а также патриотического воспитания молодого поколения. 30 лет назад был создан Совет Судей. Этот орган действует как на федеральном уровне, так и в регионах. Какова главная задача Совета Судей? Об этом сегодня в программе «Тема дня» сразу после прогноза погоды. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятного вечера. Берегите себя. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok